Друзья, приветствую! Снова наш любимый Mobil 1 ESP 530. Значит, это образец из Porsche Cayenne с пробегом 478 моточасов. Эталон был создан из масла 2021 года, март 2021. Это максимально подрезанный, значит, с ильсаком уже пятым. Щелочное 7,4, насколько я помню. Давайте проверим. Данный образец был взят в декабре прошлого года. Давайте проверим прогноз. Смотрите, противоизносных присадок 55%, гликоля 0, начинает обозначаться нитрование повышения. Сажи немного, 3,32 кислотное и 3,7 щелочное. То есть показатели, в принципе, еще рабочие, но по некоторым по двум позициям уже достигнут порог предупреждения. Это вы видели уже, извините, не проговорил. Cayenne 2008 года, 3,6. Классический атмосферный мотор VR6. Значит, пробег около 120 тысяч километров. И сейчас я проговорю. Значит, прогноз был по первому результату 516 часов. Ну и вот немножко перекатали его. В данном случае 561 час. Средний расход, средняя скорость. Вот видите. Ну и что мы имеем? Нитрование еще дальше нарастает. Видно, что уже эта проблема растет. Кислотное снижается щелочное. В данном случае по показателям видно, что уже масло перекатано. Вот между двумя анализами. Автомобиль съездил Москву и обратно. Ну, видно, средняя скорость выросла на 1 километр в час. За 560 моточасов скорость была высокая. Ну и вот такой прогноз. Сейчас я сравню вязкость свежей отработки. Посмотрим, что произошло с вязкостью на данном пробеге. Вот. Ну и потом покажу вам сравнение двух, значит, прогнозов. Вот образец. Видите, здесь подписано как раз. 21 год. Закладываю отработку. Ну и смотрите. Чудесный результат. Практически не изменилась вязкость. Видно, если присмотреться, видно небольшое минимальное загущение. Кстати, указывают, что нитрование приводит к загущению. Образуются шлаки, шламы. В данном случае мы видим, это загущение. Масло небольшое, минимальное. Да, не забывайте отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И сейчас прогноз. И еще один момент я проговорю, значит, после прогноза. Там по противоизноске небольшой вопрос. Так, смотрите. Первый прогноз 478 моточасов, прогноз 516 часов и 7400 по километражу. И второй прогноз. Вот данные стали 525 по моточасам, плюс 9 моточасов. Вот она поездка, да? И плюс 1000 километров по пробегу. Любопытно, да? То есть прогноз достаточно точно отражает общую картину. Видите, здесь практически 100 моточасов, но результат не изменился. То есть 9 часов на пятьсот шестьдесят. Это там меньше двух процентов, да? Примерно так получается, значит, такой прогноз. По нитрованию. Здесь очевидно, что это фильтр воздушный. Я разговаривал с не владельцем, это Константин из Питера, предоставил образцы его товарищей. Значит, забит фильтр воздушный. Он привел к нитрованию. Возможно, если бы поменяли фильтр, возможно, масло могло бы еще чуть дольше продержаться. Например, доработать до 560 моточасов. Но тут такой вопрос. Неизвестно, менялся ли фильтр до заливки этого масла, честно говоря. Но если менялся, то можно сделать вывод, что 500 моточасов для Питера это потолок для фильтра воздушных. Вот. Он не выдерживает слишком, слишком большой пробег. И он же прибивает масло. Еще выяснилась одна интересная особенность. Не особенность, а один интересный момент. У данного автомобиля удален катализатор. Это также, возможно, влияет на ресурс масла. То есть масло больше, значит, я сначала нитрованием предположил, что это катализатор. Вот. Но уточнили данные. Оказалось, что катализатор пошел уже гулять за грибами или куда-то. Нет его. Вот. Удалили. Ну, вот такая, в общем-то, получилась картина. Мне кажется, любопытная. Достаточно точно по прогнозу. Масло отлично отработало. Ну, в этом большая заслуга мотора. Большого объема. С большим картером. Мощный атмосферный мотор. Вот. Ну, режим эксплуатации, вы видите, не очень такой динамичный. 15-16 средняя скорость. То есть больше она, наверное, стоит, молотит на холостом. Ну и масло крепкое. Все-таки Mobil 1 лидер рынка со своей топовой линейкой. Показывает прекрасные результаты. Даже на подрезанном экологии маслом. То есть, не бойтесь, подрезается пакет присадок, но вместо него вводятся другие. Такие, как, например, эстеры. Да, кстати, вот вопрос, который я чуть не упустил. Здесь в первом анализе было 55 процентов противоизносных, во втором 76. А должно было быть меньше. Значит, мое мнение по этому поводу. Сейчас, ну, экологические тенденции. Часть классических противоизносок на фосфор и цинке замещают эстерами. Они дают более крепкую и более толстую пленку и сокращают вот фосфорные вот эти присадки. Поэтому обычно противоизносных присадок в масле 1-2 процента. В данном случае, если есть эстеры, скорее всего, здесь максимум процент противоизносных присадок. И теперь вот посчитайте, сколько это. 10 миллилитров на литр. Я использую для анализа две капли. В литре примерно 40 тысяч капель масла. Вот можно сделать вывод, что две сорокатысячных части капли попали. То есть, возможно, вот здесь разбег очень маленькое количество в каплях. Вот, ну, еще, конечно, возможно, сама проба плохо гиммонизирована, то есть перемешана. Есть такой косяк у меня. Нет гиммонизатора, поэтому, возможно, что и это повлияло, что плохо перемешал и где-то там чуть больше, где-то чуть меньше в капли попалась. Ну, в любом случае, вот такой получился, значит, тест. Благодарю Константина за предоставленные образцы. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!